МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так, давайте поговорим о программе часы и в ней же у нас есть будильник. Значит, программа позволяет узнавать время в любом месте земного шара, устанавливать будильник, измерять длительность событий, то есть используя секундомер, и использовать таймер. Значит, это обратный отчет. Значит, давайте попробуем сначала добавить какой-либо город. Киев у нас уже есть. Давайте, например, выберем Москва. Вот. И выберем, к примеру, Нью-Йорк. То есть вы можете здесь добавлять любые города, которые вы хотите, для того, чтобы вы быстро понимали, где сколько времени. Ну, например, мне это удобно. Почему? Потому что у меня, значит, у папины и знакомых, да, с которыми мы постоянно по скайпу общаемся, значит, они находятся в Штатах, в Германии, в Австралии. То есть я добавляю любимые города, и я понимаю, сколько у них сейчас времени, да, для того, чтобы не считать, не высчитывать плюсы и минус 8 и так далее. Значит, вы себе можете здесь добавлять любые города. Да, естественно, список может увеличиваться. Значит, если вы хотите изменить, то есть, ну, например, удалить, либо поменять их местами, вы нажимаете кнопочку «Изменить», дальше нажимаете «Минус» и нажимаете «Удалить». Если поменять местами, то вы зажимаете и меняете местами так, как вы хотите. После чего нажимаете «Готово». Значит, если вы пытаетесь добавить какой-либо город, и вы не можете его найти, то просто выберите другой, но в том же часовом поясе. Ну, например, вот Киев у нас с Украины есть, а вот Одессы у нас нет. Вот, как бы это, ну, не сильно грустно, вот, но добавив, опять же, таки Киев, да, и, грубо говоря, столицу, вот, я как минимум понимаю, сколько в стране время. Теперь, что касается будильника. Значит, точно так же добавить будильник, вы выбираете будильник «Повторять каждый понедельник», к примеру, там, ну, вот так вот, да, с понедельника по пятницу и суббота, воскресенье, выходной. Далее выбираете звук, повторение сигнала, естественно, да, то есть, если вы первый раз не услышали, он буквально через пару минут будет снова звонить. И этикетка – это название, то есть, ну, например, на работу. Нажимаете «Готово». После чего вы выставляете время. То есть, в этом плане, я думаю, что проблем нет. Так, ну, например, 7.00. И нажимаете «Сохранить». Либо просто добавляете какой-то будильник, повторять вы сюда даже не заходите, вам ничего никогда не надо, то есть, одноразовый будильник. Звук вы можете выбрать, повторение сигнала, естественно, и, например, вам просто надо, ну, какой-то будильник, да, на какое-то время, там, заказ, например. Заказ. Нажали «Готово». Готово. Все, то есть, он у вас одноразовый будильник, обратите внимание, а этот у нас в будние дни. То есть, он у нас постоянный. Если вы хотите изменить, точно так же, либо удаляете, вот, либо изменяете его время. Значит, обратите внимание, что если хотя бы один из будильников включен, то здесь отображается... Сейчас, 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 не попал. Вот, вот здесь, да, вот в батарее отображается, значит, будильник. Обратите внимание, если я сейчас выключу, они все пропадут. То есть, если хотя бы один из будильников у вас включен, то вот здесь вот вы сможете просмотреть и увидеть, что у вас есть будильник. Если будильник одноразовый, то после того, как он сработал, он автоматически выключится. То есть, просто выключится. Для того, чтобы его удалить, вам надо будет нажать «Изменить» и «Удалить». Значит, если у вас на телефоне сбоку включен переключатель беззвучного режима, то будильник все равно сработает. То есть, если вы поставили себе на ночь, чтобы вас никто не тревожил, то даже если у вас беззвучный режим, будильник в любом случае будет работать. Значит, теперь программа «Секундомер». Как измерить событие? Вы просто нажимаете «Старт», у вас идет, естественно, отчет. Опять же таки, круг, тут пишется, это скорее всего имеется в виду, например, для кругов. То есть, когда преподаватель физкультуры стоит, смотрит, первый пробежал, второй пробежал, третий круг пробежал, четвертый круг пробежал, ну и так далее. И, естественно, стоп. Можно просмотреть все результаты. Точно так же вы либо продолжаете, либо делаете сброс. Либо вам просто надо что-то замерить. Да, там, сколько времени там кто-то будет делать. Сын будет делать уроки. Вот. Дальше. Секундомер еще работает, да, если вы, к примеру, вышли и лазите где-то по телефону. То есть, он продолжает свое действие. Вот, обратите внимание, сейчас 8 минут. Мы вышли. Лазим. Вот, уже 13. То есть, он работает. Теперь, что касается таймера. Значит, таймер это то же самое, что, по сути, секунда-бер, только в обратном порядке. То есть, вам, например, надо выключить духовку, да, через 19 минут. Либо в часах. Да, то есть, ну, опять же, 19 минут. Значит, по окончанию вы выбираете себе рингтон. Ну, вот, нажимаете, вот, выставить клавишу. Вот. И нажимаете старт. То есть, точно так же отчет работает, даже если мы не в программе. Вот. И мы либо делаем паузу и продолжить, либо вообще нажимаем отмена. Продолжение следует... Продолжение следует...